Иудеям и христианам все нам нужно действительно обратиться к истине Слова Божьего, к самому Богу Живому, Святому, покаяться просто-напросто. И молитва за покой в моей жизни тоже ушла в том же 96-м году. Ну, вы понимаете, что я уже к тому времени уже за какие-то месяц-два, там сколько времени прошло, немного. Я уже понял, что я больше не могу оставаться в этой системе. И сегодня, пока мы там в этой точке кушали, значит, хорошее у вас там, да, это не на правах рекламы, но просто вкусно. И, знаете, там интересно, значит, там это, вспомнил эпизод такой, просто разговор зашел, что вот Карл Густав сейчас здесь, в России, классно, мне так нравится он. Вот, и тем более, что он все-таки устоял, знаете, вот, хотя он впал, но как устоял, молодец. Значит, и, хотя, думаю, у него соблазно было не меньше, вот, ну, я верю, что и больше еще восстановится, возродится еще, ну, как орел поднимет крылья. И я думаю, что с сегодняшнего падения Бог в силах восстановить его. Вот, значит, тем более, у нас столько многое сделать для России, огромное просто, ну, и не только для России, вообще для многих стран, для пробуждения. Вот, и, знаете, друзья, интересная вещь, вот, и Карл первый протестантский проповедник, который в мою жизнь пророчествовал вообще о моем служении, реформаторском православном служении. Вот, и я очень Богу благодарен за него. Вот, и, знаете, друзья, как в истории Израиля, так и в истории церкви церковь сравнивается с блудницей и с невестой. Израиль так же, блудница и невеста, возлюбленная жена, верная жена и гулящая жена. Вот два образа, противоположных образов, казалось бы, но Израиль в Библии представлен и так, и сяк. И церковь так же представлена, и так, и сяк, и эдак. И Бог, обличая своих детей, посылая пророков, Он всегда имел в виду именно покаяние. Не просто Он констатировал факт, что да, ты такая-такая. Нет, Он, вернись, совершай этот шуму, возвращение, все прощу, начнем жизнь заново. Он каждый раз это просто доказывал даже, доказывал. Вот, и начинал такую жизнь заново. И даже у Иеремии, помните, да, 31 глава знаменитая, где в 31 стихе как раз и дальше говорится о нашем времени, Нового Завета. Удивительно. Так вот, и Бог сказал такие слова, что Он заключил Новый Завет с домом Израиля, с домом Иуды. Вот, не такой Завет, который я заключил с отцами их, когда вывел их за руку из земли египетской. Тот Завет Мой они нарушили, Он говорит, но, хотя я, говорит, оставался в союзе с ними. То есть, Господь им доказывает, что Он со своей стороны остается верным. Вот, это как, знаете, вот семья, да, целая семья. Но, если, допустим, вот мы как пастыри-служители, да, консультируем семью, которая вот на грани развода, например, да, приходит, он, она, и вот говорят, что все, да, вот, значит, как бы, прошла любовь, завяли помидоры, говорится, все, вот, будем расходиться. Но, я заметил тоже такую вещь, что если хотя бы одна сторона проявляет какой-то интерес к сохранению, хотя бы интерес даже к сохранению семьи, то есть надежда всегда. Но если оба вообще, ну, совершенно, брось, и не проявлять никакого интереса, то, не знаю, ну, остается надеяться только на чудо Божие только. Вот, я только молюсь только в таких ситуациях, и я понимаю, что я бессилен даже помочь, честно говоря. Можно много что-то доброго посоветовать, но если обе стороны никак, то и я не так никак. И знаете ли, но Бог сравнивает завет с браком, значит, да, на примере, наш завет с ним, с браком, и он остается всегда верным нам, верным своему договору, своему завету. Это и есть очень, ну, хорошая новость для всех нас. Вот, и пусть Господь благословит нас всех. Вот, и я верю, что церковь, не имеющий пятна или порок, или чего-либо подобного, святая и непорочная, это не фантазия, это не утопия, это то, что действительно Бог хочет видеть, и Он этого добьется. Он такой, Он что, поставит цель какую-то, Он добивается. Вот, и не мытьем, так катанем, Он добывает, Он добивается всего этого. Вот, и тем более, что цена заплачена, страшная, великая цена заплачена, это кровь Иисуса Христа. Это доказывает серьезность намерений Господа. Он слишком серьезен к этому, знаете ли, и важно относится. Слава Богу. Спасибо, Господи, за все. Отец, я благодарю Тебя за моих братьев, сестер, благодарю Тебя за этот вечер, благодарю Тебя за этот семинар, за эти пять столетий реформации. Благодарю Тебя, Боже всемогущий, пусть Господь в наш век, в наш час, вот эта реформация, восстановление церкви, Боже, происходит действительно, как написано то, церковь, не имеющая пятна или порога, ничего-либо подобного. И пробуждение действительно начинается с каждого из нас. Эта реформация начинается с каждого из нас. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, Боже всемогущий. Благодарю Тебя за кровь святую, завета вечного. Благодарю Тебя, Господь, что благодатью мы спасены, и это не от нас, это Твой божественный дар. Чтобы никто не хвалился, Боже, Ты уравнял всех нас и заплатил за всех нас эту одну великую, огромную цену, цена Твоей любви. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Боже всемогущий. И благоставляю моих братьев и сестер во имя Иисуса Христа. Благоставляю всех во имя Господне. И пусть, Боже, в судьбе каждого из нас совершается это чудо. Ты можешь даже самый последний злой, какой-то там, не знаю, лотом, корень, не знаю, сорняк на огороде царства своего сделать великим злаком. Ты, Господь, кривой делаешь прямым, Господь, Боже. Ты мертвое воскрешаешь, больное исцеляешь. Ты показал Господь Моисею такие знамения, что мертвая материя, посох, стала змеей. Ты показал Ему другой знак, что прокаженная рука, неисцелимо больная, стала моментально здорова. Боже всемогущий, Ты подлинно всемогущий Бог. И все возможно Тебе и тем, кто доверяет Тебе. Слава Тебе, Боже всемогущий. Благостави Израиля сегодня, благостави Господь сегодня Иерусалим, благостави сегодня всех нас, благостави Коломбу, Московскую область, всех любящих Тебя, Тебя боящихся, Господь Божий на земле. Боже, всех забудших обрати на путь истинный. Ты можешь даже самых отпадших, Боже, восстанавливать. Боже, Ты подлинно всемогущий Бог. Ты того Сына в притче, ставшего хуже, чем последний бомж возле свиного корыда. Ты, Господь, на примере Его показал свою любовь. Ты спаситель наш действительно Божий. На кого еще помогать? Только на Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Боже всемогущий. Слава Тебя. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит, Господь, лицо Свое на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аплодисменты Богу. Аплодисменты Богу. Аминь. Аплодисменты Богу. Спасибо, Сергей. Спасибо, друзья. Слава Богу. Благословение всем.